С приходом осени на Руси в деревнях и селах заканчивалась уборочная пора, а это значит у крестьян появлялось больше свободного времени и возможности отдохнуть. Даже свадебный сезон приходится на осень, на покрова. Но не только на этом празднике можно было от души повеселиться. О лучших осенних традициях и обрядах вы узнаете сегодня в программе СИЮН «Зов сердца». У русского народа об осени сложено много песен, существуют пословицы, поговорки, загадки и сказки. С осенью связано много праздников и обычаев. Например, первое сентября на Руси называли «Бабьим летом» или «День Семена». С этого дня начиналась работа в избах при огне, то есть посиделки. Этот день считают счастливым, поэтому и советовали праздновать новоселье. А с 14 сентября на Руси начинали отмечать большой праздник – первые осенины. Люди благодарили матушку землю за богатый урожай, в домах накрывали праздничный стол, варили пиво и закалывали барана. Из новой муки пекли пирог. В это время было принято веселиться, собирать гостей, накрывать стол и готовить все блюда из того, что преподнесла земля в этом году. Уже где-то с Иллинатня, а где-то с Успенева во многих поселениях начинали водить осенние хороводы. Стоит отметить, что хоровод – самый древний из танцев русского народа, корнями уходит в обряды поклонения Богу Солнца. Хоровод на Руси имел огромное значение. Танец этот отражал три эпохи в году – весну, лето, осень. 21 сентября – вторые осенины. В этот же день праздновали рождение Пресвятой Богородицы. В старину на Руси наши предки справляли их в день осеннего равноденствия, когда день равен ночи. 23 сентября наступал еще один осенний праздник – Петр и Павел рябинники. В этот день отмечали именины рябины. С летнего дня ешь землянику, а с осеннего рябину говорили наши предки. Ко дню Петра и Павла после осенних заморозков ягода становилась сладкой. Ее начинали заготавливать впрок, варили квасы и целебные напитки. Ведь считали, что рябина – отличное средство от простуды и даже нечистой силы. Рябине приписывали и чудодейственные свойства. Верили, что от бессонницы помогает простой обряд. Нужно взять ветку рябины и очертить ею окружность вокруг себя. Поскольку рябину считали средством, изгоняющим злых духов, все окна в доме перед наступлением зимы украшали ею гроздьями. По рябине судили и о том, каким будут следующие месяцы. А белее ягод предвещало сырую осень и суровую зиму. Вслед за рябинниками 27 сентября шли третьи осенины. Традиционно этот день посвящается окончанию уборки урожая. Люди устраивали ярмарки, народные гуляния с песнями и прясками. Радовались последним погожим денькам перед долгой холодной зимой. А еще было принято устраивать посиделки, где женщины и девушки рубили капусту для закваски на зиму. Раньше на Руси с этого дня начинали рубить капусту. Кстати, когда связали с первого кочана, то девки загадывали желание. На протяжении двух недель они ходили рубить капусту в каждый дом. Это время называли Федорины вечерки. На них травили байки, шутили и смеялись. На стол в такие вечера подавали блюда из капусты, голубцы, пироги, а также щит. До Федоры есть этот овощ запрещалось, чтобы насладиться им в праздник. А еще в этот день девушки одевали платки в желтых, голубых и красных тонах, как символ солнца и неба. И любили приговаривать, чтобы солнце ярче светило, чтобы дожди на землю грязь не наводили. Ну что, пойдем прогуляемся? Женихов посмотрим. В дождь появляется много грязи, и чтобы не испачкаться, нужно было повыше подоткнуть подол одежды. От этого обряда и у праздника появилось еще одно прозвище – Федора замочи хвосты. Сейчас природа находится во власти октября. Раньше у этого месяца было множество названий – листопадник, хлебник, грязник, капустник. Как любили говорить наши предки, в октябре и с баз дровами, и мужик с лаптями. Первую страницу народного календаря октября открывал Аринин день. Была традиция в этот день наблюдать за журавлями, так как они считаются символами тепла и посланниками Бога. По поверьям, осенью журавли уносят души умерших, а весной показывают путь младенцам, которые скоро должны появиться на свет. Считалось, если на Арину журавли полетят, то на Покров надо ждать первого мороза. А если их не видно в этот день, раньше Артемий во дня не ударит ни один мороз. Арину еще по-другому называли шиповницей. С этого дня люди начинали собирать и сушить плоды шиповника и рябины. Считалось, собранные в этот день плоды особенно полезны и ароматны. Вообще, по народному календарю, праздник Арины отмечали три раза. Поэтому про нее говорили. Три Арины в году живут, и у каждой свое предназначение. Одна водой заведует, другая рассадница помогает хозяйкам снять весь урожай с огорода, и третья журавлями руководит. А еще в октябре крестьяне начинали прясть лен и готовить теплую одежду. Начинали работу с дня, который носил название «Иона и фока». На Руси этот день отмечали запретом есть рыбу. В память о пребывании иона в череве кита. Зато в обилии на столе была редька. Крестьяне заканчивали уборку этого овоща. Как правило, ее подавали солью, луком и квасом. Фоку наши предки почитали как защитника от пожаров. Чтобы защититься от этой напасти, ведь начинали топить избы, и топили авины в эти дни, затопляли как раз первый раз авины, и случалось большое количество пожаров. И чтобы это не случилось, шли на перекрестки дорог, считали определенный заговор, повернувшись спиной к ветру, ветра сильные. Еще один не менее важный день октября – фекла за ревница, за пряльница. Женщины в этот день старались хоть немного попрясть, чтобы впоследствии у них была охота к этому делу. Также с ним было связано следующее поверье. В этот день все, что завяжешь, не развязать потом, ни узел, ни судьбу. Коль полюбили – навсегда. Коль женятся, то долгим счастьем будет. Потом следовал праздник Сергей Курятник, Иоанн Богослов, Савати Пчельник, Харитон и, конечно, Покров. Почему Покров? Ясно, что это Покров Пресвятой Богородицы нашей, Владычицы. Ну, мы идем от языческих традиций. И вообще Мать-Земля ее называли по-разному. И Ладой, она была Ладой, Заря-Зареница. И это тоже, вот если мы посмотрим на наше осеннее солнце, оно ведь уже садится, и вот оно тонким таким вот Покровом лежит над землей. Поэтому вот это слово Покров, оно пришло к нам не во время христианства, оно появилось гораздо раньше у славян. И Заря-Зареница тоже связывалась с Покровом. И снежный Покров, мы знаем, на земле, естественно, лежит. А еще праздник этот считался покровителем свадеб. И потому сельские девицы молились тогда о скорейшем выходе замуж. С этой целью они считали для себя непременным долгом побывать в праздник Покрова в церкви. Некоторые ставили свечи перед иконою и вообще старались провести этот день весело, веря, что если Покров весело проведешь, дружка милого найдешь. И опять же снова свадьба связана с Покровом. Почему? Потому что вот парень, он себе присмотрел девушку на вечерке, он подошел к ней и одел платочек, либо подарил платочек, либо у нее с плеч берет и одевает ей на голову. Все, она его невеста. И он уже дает ей этим знак, что она его не снимет. И она знает, что он приедет к ней свататься. А еще осенью люди любили наблюдать за погодой. И приметы приходили на помощь, если, например, готовились к праздникам. Наши прадеды умудрились составлять приметы осени почти на все календарные дни в период с конца августа до конца ноября. И многие из этих примет намного точнее, чем прогнозы синоптиков. В лесу много рябины, осень будет дождливая, мало – сухая. Если журавле летят высоко, не спеша и разговаривают, будет стоять хорошая осень. Облака редкие – будет ясно и холодно. Осиновые листья ложатся лицом вверх к студеной зиме. На выворот зима будет мягкая. А если на обе стороны – и зима средняя будет. Если осенью березы желтеют с верхушки, следующая весна будет ранняя. А если снизу – то поздняя. Осень у современного человека ассоциируется со слякотью и осенней депрессией. Как мы с вами выяснили, у наших предков было все по-другому. Так, может быть, и нам стоит взять с них пример, и тогда жизнь заиграет яркими красками. Это была программа «Сион» «Зов сердца». Встретимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова